Друзья, всем привет! Увидел интересную задачу, хочу рассказать вам. Смотрите, дана окружность, и проведена такая штука. А, П, Б, Ц, Ц, Д. 1, 3, 2. Вопрос задачи? Найти радиус. Ну, я на первый взгляд подумал, что это всё, этого хватит. На самом деле хватит. Давайте разберёмся, почему. Как быть? Ну, во-первых, можно предположить, что, ну, наверное, надо что-то достроить, правильно? Если надо найти радиус, хочется что-то построить дополнительно. И, я думаю, первое, что приходит в голову, это провести прямую параллельную Б, Ц, да? Ну, откуда её провести? Ну, из точки Д, конечно, давайте проведём. Чем эта прямая хороша? Ну, смотрите, ребят, если она параллельна, значит, если угол Б, Ц, Д прямой, то и здесь будет прямой угол. А значит, кстати говоря, тут давайте тоже продлим. А значит, у нас получается, ну, по факту что? Всё. Получается, что вот этот вот угол, он будет смотреть у нас на диаметр. Ну, почему? Потому что вписанный прямой опирается на диаметр. И вся эта фигура, вообще говоря, прямоугольник. И эти прямые, эта и другая, соответственно, симметричны относительно, ну, вот, получается, диаметра, который проходит так параллельно им. Ну, хорошо, скажете вы, что дальше? Давайте ещё что-нибудь построим, давайте что-нибудь посчитаем. Опа, опустил вот так. Ну, вот теперь вообще круто. Получается, что у нас, если Б, Ц, 3, значит, и здесь 3. Прямоугольничек, так ведь? Хорошо, так. Это 2, сюда съехало, значит, и это 2. Угу. Ну, чтобы воспользоваться треугольником Д, Ц, пусть будет точка Е, нам нужно, конечно, отрезок Б, Е найти. А как найти этот отрезок Б, Е, ребят? Ну, наверное, с помощью какой-нибудь теоремы в окружности у нас проведены хорды, как мы видим. Хорда Ц, Е есть, и есть хорда А, Ф, например. Помните теорему об отрезке пересекающихся хорд? Получается, произведение отрезков хорд ЦБ на БЕ равно произведению АБ на БФ. Так, что нам нужно, чтобы этим воспользоваться? Ну, нам нужен, получается, отрезок БФ, нужная его длина. И мы знаем, тут единицы, и вот если бы я поровнее нарисовал, то это совсем было хорошо видно. Здесь, наверное, тоже единица. Ну, почему? Ну, потому что, опять-таки, соображение о том, что эти отрезки симметричны как-то. Ну, кто не любит ссылаться на такие соображения, давайте посмотрим как-нибудь построже, да? Ну, не то, что построже, а поконкретнее. Ну, ребят, видим окружность? Видим. Видим параллельные прямые? Думаю, видим. А что делают параллельные прямые с окружностью? А параллельные прямые всегда отсекают, получается, равноведренную трапецию. Потому что дуги, заключенные между параллельными прямыми, равны, и, значит, и хорды равны, которые эти дуги стягивают, да? Получается, что вот это равно вот этому. Но раз трапеция равновокая, значит, и углы при основании равны, да? Тогда получается, что у нас вот есть два треугольничка. Такой треугольничек и такой треугольник. Про который мы можем сказать, что они равны по гипотенузе и острому углу. А значит, что вот эти довесочки равны. Ну, вправду, ребят, это же вот эта вот известная каждому из нас картинка. Равноведренная трапеция опустили две высоты. Вот эти отрезочки всегда будут равны. Мы это понимаем, вот у нас и получилось. Ага, а значит, давайте этим воспользуемся. Тогда CB это 3 умножить на BE равно AB1 умножить на BF. BF получается 2 плюс 1, 3. Ну, чудесно. Получается, что BE равно одному. Потому что троечки у нас с вами сократились. Хорошо. А если бы Е равно одному, то тогда в прямоугольном треугольнике DCE, прямой угол, как мы говорили, смотрит, опирается на диаметр, да? Мы легко найдем гипотенузу, которая этим диаметром и будет. У нас один катет равен 4, другой катет равен 2. Пишем теорему Пифагора. Получается, EC квадрат плюс CD квадрат равно DE квадрат. Ну и подставляем. Получается, 4 в квадрате плюс 2 в квадрате равно DE в квадрате. Итак, 16 плюс 4 это будет 20. Правильно? Получается, DE квадрат это 20. А значит, чтобы найти DE, нам нужно извлечь корень. Ну, понятно, да, что надо взять положительный ответ. Получается, что DE равен корень из 20, 20 это 4х5, 2 корня из 5. Ну, чудесно. А это наш диаметр. Тогда чему равен радиус? Ну, радиус это половина диаметра, как мы понимаем. Значит, радиус равен DE пополам. Итого, наш ответ корень из 5. Вот такая вот симпатичная задача, ребята, где на первый взгляд, ну, как-то мало всего дано, а на самом деле все можно рассчитать. Всем спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч!